И так уж повелось издревле, через столетия и года, Всегда энергии деревьей мужали наши города. Пусть измельчали наши села, все же нету ближе и роднее Глубин небес твоих бессонных и шире, вспаханных полей, Седых туманов над домами, пожара утренней зари, Поскольку все мы родом с вами, отсюда, что ни говори, Из этой талии незабвенной, которая тянет все сильнее Всех нас, обласканных деревней, вскормленных и согретых ею. Субтитры создавал DimaTorzok Мы о тебе с любовью напеваем Живи, валяю, танка, жили, а друг, трудолюбивым, просветая, Красуйся всем на радости цвети, черенки душистой утопая. Красуйся всем на радости цвети, черенки душистой утопая. Мы никогда не вправе позабыли, кто отдал жизнь за нас с тобой когда-то. И возле церкви памятник стоит, как символ победителя солдата. Живи, валяю, танка, жили, а друг, трудолюбивым, просветая, Красуйся всем на радости цвети, черенки душистой утопая. Красуйся всем на радости цвети, черенки душистой утопая. Так много славных дел решила ты, сражалась, побеждала, превраздила. Живи, валяю, танка, жили, а друг, трудолюбивым, просветая, Красуйся всем на радости цвети, черенки душистой утопая. Красуйся всем на радости цвети, черенки душистой утопая. Красуйся всем на радости цвети, черенки душистой утопая. Но основное наше достояние – это талантливые и трудолюбивые люди, искренне ценящие свою землю. В этот день мы чествуем тех, кто заложил надежную основу развития сельского хозяйства на территории Витановского сельского поселения, трудился на полях и фермах, людей, влюбленных в свой труд, влюбленных в свою профессию, в свое дело, в свой район, в свою область. На нашем мероприятии присутствуют почетные гости. Слово для приветствия предоставляется главе администрации Волоконовского района Сергею Ивановичу Бикетову. Добрый день, уважаемые жители Витановки, дорогие земляки. Я очень рад сегодня нашей встрече, рад приветствовать здесь замечательных людей, которые положили все свои силы для того, чтобы процветал, был славен наш замечательный Волоконовский район и замечательная Ютановская земля. У нас в преддверии замечательного праздника, 1 мая, который мы с вами широко праздновали в советские времена и говорили «Мир», «Труд», «Май», возникла идея встретиться с людьми, которые работали на этой земле, для которых труд не пустое слово, а это любимое дело, которое они умели делать, делали с честью, делали с высоким профессионализмом, и за это получали, безусловно же, заслуженное уважение, почет, награды. И сегодня они являются примером для каждого из нас, кто продолжает ваше дело, уважаемые земляки. Я считаю, что это замечательный пример для подрастающего поколения, которое мы сегодня пригласили в этот зал, чтобы они своими глазами увидели, что славен человек труда, что не важно, какую профессию выбрал человек, чему он посвятил свою жизнь, а важно, как относится человек к своему делу. Сегодня мы с вами познакомимся с биографиями многих земляков, ютановцев, которые благодаря своему трудолюбию, высокому профессионализму прославляли наш край и свое имя писали в историю родного края. И вот в преддверии этого праздника, который прославляет труд, мы организовали эту теплую встречу, которая, я думаю, запомнится надолго мне, это точно, ну и очень надеюсь, что присутствующим здесь ютановцы. Также эта встреча и приурочена к 90-летию нашего района. Вы знаете, что район был образован в 1928 году, поэтому год 2018, это год особенный. Хотелось бы, чтобы этот год был отмечен особыми результатами во всех сферах деятельности. Хотя на сегодняшний день приятно отметить, что наш район является лидером по производству сельскохозяйственной продукции, чем всю жизнь занимались ютановцы. Мы являемся лидерами по производству мяса, свинины и птицы. Наш район производит более 220 тонн мяса в целом, и это более 7 тонн на одного жителя. Это лучший показатель в области, это практически в 5 раз выше, чем среднеобластной показатель. Мы получаем, наши механизаторы научились работать на нашей замечательной плодородной земле, мы получаем рекордные урожаи, зерновые уже превышают 50 центнеров с гектара. И это именно профессионалист тех, кто принял эстафету от старшего поколения. И год 90-летия, я думаю, мы должны в год 90-летия сработать еще лучше, добиться еще более высоких результатов, чтобы вписать красными буквами этот год в историю развития нашего района. И это уже задача нашего поколения. А также, я считаю, задача нашего поколения и наш долг встречаться с людьми старшего поколения, которые стояли у истоков зарождения нашего района, которые трудились для того, чтобы он развивался, прославлялся. И вот сегодня, пользуясь случаем, я выражаю слова огромной благодарности всем юртанцам старшего поколения, нынешнего поколения, которые трудятся на нашей любимой Волоконовской земле, за их трудолюбие, за умение и желание трудиться и жить по-человечески, друг другу помогая, друг друга поддерживая, делясь теплотой душевной друг с другом. Я желаю, поздравляю вас всех, дорогие друзья, с наступающим праздником. Первое мая, девятое мая. Желаю, чтобы у каждого из вас всегда было весеннее настроение, чтобы было крепкое здоровье, радость и хорошее настроение. Спасибо вам. Слово для приветствия предоставляется главе администрации юнановского сельского поселения Романченко Светлане Николаевне. Добрый день, дорогие мои земляки и гости нашего праздника. Готовясь к сегодняшнему мероприятию, я пересмотрела достаточно большое количество наградного материала, начиная с флагуальных рамок и заканчивая удостоверением к орденам и медалям за доблестный труд. И в этом день, дорогие мои ветераны труда, дорогие мои земляки, позвольте мне от всех нас преподнести вам земной поклон за ваш доблестный труд, на благо нашей малой Родины, на благо ваших семей, зачастую многодетных семей, и сказать вам огромные слова благодарности за вашу помощь, за вашу поддержку, за ваш бесценный совет, за вашу активную жизненную позицию, за то, что вы создали нам огромный плацдарм для сегодняшней жизни. Я благодарна нашему руководителю Сергею Ивановичу и его команде за то, что у нас сегодня, работающего поколения, есть возможность создать такой же плацдарм для наших детей, для наших внуков и также отблагодарить вас за ваш труд. Я имею в виду то, что вы сами видите, как за последние годы меняется жизнь в нашем сельском поселении, строятся дороги, строятся офисы семейных врачей, отремонтированы фапы, построены новые фапы, благоустроена территория Центра культурного развития, разбитый эндропарк, школа наша насколько преобразилась за последние годы, и что самое ожидаемое произойдет, это строительство нового детского сада в селе Ютановка. Поэтому огромное спасибо, Сергей Иванович, за большие перемены на нашей территории. Ну а всем вам присутствующим, я, конечно же, желаю вам мира, здоровья, добра и терпения, а молодому поколению нашего сельского поселения я от души желаю также прославлять нашу родину своей учебой, своим трудом, на благо наших земляков, на благо нашей великой России. С праздником! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 А отменёс Россия! 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 Это ваши сердца и души, открыты всем ветрам и непогодам. Это вы любите свою землю и выращиваете высокие урожаи. Мы хотели бы вспомнить сегодня по имённо всех тружеников. Трактористы и комбайнёры. Пожарский Иван Михайлович. Трудился трактористом, общий трудовой стаж 44 года. Шевченко Алексей Степанович. 40 лет трудового стажа. Работал трактористом и стекловодом. Филатов Виктор Фёдорович. Механизатор. Стаж работы 42 года. Гавриленко Василий Павлович. Романченко Николай Дмитриевич. Гавриленко Михаил Анатольевич. Гавриленко Владимир Анатольевич. Простаков Николай Петрович. Гавриленко Василий Данилович. Гавриленко Владимир Данилович. Много лет трудились на полях района. Пожарский Михаил Семенович. Механизатор Нижнелубянского отделения номер 3. Совхоза Волоконовских. Рашков Михаил Дмитриевич. Начал свою трудовую деятельность в 1953 году. Работал трактористом в МТС. В 1970 году переведел совхоз Волоконовский бригадиром. В 1973 году переведел совхоз Волоконовский управляющим. И работал до выхода на пенсию. Был награжден медалями за доблестный труд. В ознаменовании столетия с огня рождения Владимира Ильича Ленина. Был на выставке ВИДНХ в Москве. Гаврилов Михаил Тихонович. Всю жизнь посвятил родному селу. Более 40 лет работал на руководящих должностях в совхозе Волоконовский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Девчонка 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 Зачем сняла-то ярочка Ты злик из молока Зачем сняла-то ярочка Чушок бабайка Да я девушка с лараптером, Собернись не люблю. Поехал я до трактора, Всю вверху развалю. А деда по здоровью лето жаркое, А в моей душе зима-зима. А поеду я на тракторе, П ihrem сад수를 порой. А а в моей душе зима-зима, А я девушка с лараптером, А как же наши знаменитые женщины? Доярки, свинарки, свекловещицы, разнорабочие, бухгалтера. Калинина Валентина Васильевна, доярка. И с года в год добивалась высоких производственных показателей. Ветеран совхозного производства. Пожарская Анна Стефановна. С 14 лет она познала тяготы сельского труда в военное время. На поле расчистки дорог. После военного времени трудилась в совхозе Волохоновской свекловещицей. Разнорабочей и поливорческой бригаде. Свеклу выращивали руками, рассиживали, сберегали от морозов. И собирали урожай до 900 центров с гектара. Где бы ни трудилась, везде лидировалась в соревнованиях. Шопинская Вера Андреевна и Болтина Наталья Павловна. Вместе трудились на свинокомплексе отделения номер 3, выращивая поросят. Они добивались очень высоких привесок. Шерпинина Мария Васильевна. Работала телятницей на МТФ номер 3, Нижнелубянского отделения совхоза Волоконовский. Под ее опекой были новорожденные телята, за которыми она ухаживала, как за детьми. В ее группе всегда была стопроцентная сохранность поголовья и большой привес. Гавриленко Раиса Антоновна. Общий трудовой стаж 43 года. На ферме 35 лет. Пожарская Мария Петровна. 34 года. Проработала на ферме. Листавцева Нина Даниловна. Общий трудовой стаж 40 лет. В сельском хозяйстве 30 лет. Гавриленко Просковья Ивановна. Стаж работы 41 год. Работала на ферме. Гавриленко Ульяна Григорьевна. Являлась также дружеником тыла. Трудовой стаж 49 лет. Ударник коммунистического труда. Родилась в поливодстве. Трудилась в поливодстве и животноводстве. Шевченко Елена Испиридоновна. Стаж работы 40 лет. Трудилась в поливодстве и животноводстве. Полуевтова Мария Дмитриевна и Кравченко Нина Кузьминична. Трудились на ферме. Ветераны труда. Простокова Татьяна Анатольевна. Круглякова Наталья Анатольевна. Гавриленко Лидия Васильевна. Гавриленко Галина Васильевна. Маркова Лидия Петровна. Кротова Елена Николаевна. Кротов Анатолий Иванович. Трудились на Верхнелупянской молочной ферме. Добивались высоких результатов. Помогали поливодам в выращивании свеклы. Водопьянова Мария Васильевна начала свою трудовую деятельность в колхозе «Путь октября». С 1958 года была принята в качестве рабочей совхоз «Волоконовский». Шаповалова Нина Тарасовна начала трудовую деятельность в 1959 году, зачислена в совхоз «Волоконовский». Федорова Мария Яковлевна начала свою трудовую деятельность в 1948 году, по 1980 год и до выхода до пенсии. Всю жизнь работала на ферме. Слесарева Надежда Владимировна в 1972 году в мае поступила на работу в совхоз «Волоконовский» на должность бухгалтера. На протяжении трудовой деятельности работала бухгалтером в центральной бухгалтерии, бухгалтером в ремонтной мастерской и бухгалтером Чеплянского отделения. С 1992 по 2002 год работала экономистом по труду и оплате «Русагра Ютановка». С 2005 года до выхода на пенсию. На протяжении работы не раз награждалась денежными премиями, почетными грамотами, объявлялась благодарность за труд. А сейчас для вас поет ветеран труда Блиставцева Нина Даниловна. Ты лети от Волги до Урала, Песня журавлиная моя, Облети ей свет, Проживи сто лет, Но вернись в родимые края. Какая песня без баяна, Какая зорька без росы, Какая Марья без вала, Какая зорька без росы, 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 Как птицы, как бы ни был труден перелет, Вновь березниства, мне сыпнет слова, Вновь негромко сердце запоет. Какая песня без боя, какая солька без росы, Какая сказка без обмана, какое горе без слезы. Если жизнь сложилась словно песня, Значит, песня сложена прожить, Прородимый край, так боянский край, Чтоб жилось и пелось, как души. Какая песня без боя, какая солька без росы, Какая Марья без Ивана, какая солька без росы, Какая песня без боя, какая солька без росы, Какая Марья без росы, какая солька без росы, Совхоз Солокомовский был создан в кутере Малинова в декабре 1922 года. На протяжении десятилетий оно развивалось, укреплялось, крепло И со временем стало широко известно не только по всей области, Но и далеко за ее пределами, Благодаря успешной работе по семеноводству сахарной сыклы. Его богатый передовой опыт неоднократно обобщался в печати, В том числе на страницах Центрального отраслевого журнала. Многие и многие труженики были удостоены орденов и медалей. Муштатов Иван Тихонович награжден орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Трудовой Славы Третьей Степени. Ганилов Михаил Тихонович награжден орденом Знак Почета, Орденом Октябрьской Революции. Степовой Василий Алексеевич отмечен медалью за Трудовую Добрость, Награжден орденом Знак Почета. Орденом Трудового Красного Знамени награждены Леонова Александра Гордеевна, Чеботарев Роман Поликарпович. Орденом Знак Почета награждены Вархунов Иван Митропанович, Пономаренко Мария Дмитриевна. Орденом Октябрьской Революции награждена Леонова Екатерина Дмитриевна. Отмечены медалью за Трудовую Добрость, Шрубченко Раиса Гордеева, Филатов Виктор Федорович, Ганилова Валентина Ивановна. Отмечены медалью за Трудовое Отличие Шопинский Николай Александрович, Никитина Александра Андреевна, Бочаров Петр Федорович. Орденом Трудовой Славы Третьей Степени награждены Гавриленко Александр Данилович, И Саревская Александра Григорьевна. Сегодня в нашем зале присутствует Гаевой Анатолий Иванович, Который возглавлял совхоз Волоконовский И руководил Волоконовским районом. Анатолий Иванович, пожалуйста, вам слово. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо за мои уважения. Большое спасибо за такую прекрасную встречу. Я вижу очень много-много знакомых лиц. Все они, которые мы как-то знаем, все мы знаем, как развивался совхоз. И, наверное, я немножко остановлюсь, если можно, в истории, буквально две минуты. В 1958 году, когда объединялся совхозом, был создан из 13, даже 14 хозяйств колхозом. Был берутся сюда гробец Кифа Васильевич, который облежал по территории колхоза и говорил, что будет хорошо, все нормально, все прекрасно. Это, как было рассказано, сначала мы были на совхоз, а потом, когда объединили совхоз в 1958 году, и начали жить, наверное, несколько по-другому. Потому что заработная плата в колхозах была, когда натуроплата была в колхозах больше, а в совхозной натуроплаты практически не было, можно так сказать. Но зарплата была несколько больше. И мы все знаем, мы все видели, как развивалось данное хозяйство с годами. Сначала все работы были практически в лишнем. Территория совхоза, она громадная. 11,5 тысяч земли сельхозугодий, еле с половиной тысяч пашни. Работало 700 человек. Это была большая армия. Работали именно в животном области. Работало в пределах 300 человек, потому что на территории совхоза было 3,5 тысячи 620 дольного стада, а всего крупного рогатого скота было 3000, 3000 раз лишним. Кроме того, была еще репродукторная ферма Мариновская, она как и осталась тогда, где-то 15 тысяч поросят репродуктор, это на два полоборота. Был построен новый комплекс на территории Евгокимова, будем так и назовывать. И всего было задействовано. Ну, я вам скажу, что вот эта вся сила людская, которая была, она вся была задействована, она вся работала. Кроме того, мы занимались выращиванием семян под... Сликлосемян. Это была очень трудоемкая работа. Это практически она была вручную. Я истории несколько скажу. Еще в 20-30-х годах на территории между Щипловкой и Чаплиной была так называемая экономия, но она называлась сельхозеттель. И там начинали заниматься семенами сахарных сел. Ходили туда, в кошелках, лопатами, копали траншеи, закладывали. Это было начало развития семеноводства на территории нашего Лагоновского района. Ну, как бы то ни было, с каждым годом улучшалась наша жизнь, улучшалось благосостояние людей. Трудно было. Даже я приведу один-единственный пример, потому что если начну выступать, то не хватит времени. Вы, наверное, все помните стихию, та, которая подошла на территории при Волоконовском районе, а также события в Волоконовском районе, это был 85-й или 86-й, не помню точно, было объединение. Мы были без электроэнергии 14 дней. Но люди, инсионеры, пришли на ферму, чистили навоз. Механизированные мы начали дарить корову. Механизированные мы включили раздачу, раздачу кормов там на комплекс, а не на этом. Но люди, ну, с таким интузиаром пришли, чистили навоз, и этим самым мы спасли полностью все поголовье. Не только это. Ну, конечно, все в комплексах работ, которые проводились, но у нас ничего не пало. Я хочу отметить труд механизаторов, труд тоярых, поливодов. Ну, трудно оценить вашу работу, просто было еще... Были такие у меня полномочия вас всех наградить. Наверное, всех благодарю за сотрудничество и труд, который вы туда проводили. Невзирая ни на праздники, невзирая ни на погодные условия, люди шли, работали, двигали производство вперед. Хотелось бы отметить роль водителей. 115 автомобилей, механизаторов. У нас было около 300 человек тоже механизаторов. И все, все комплексы работ, бухгалтерские работники. В летний период времени никто не сидел. Все шли в поле, половали свеклу, все шли на уборку, на посадку свеклу. Уборка 40 зерновых комбайнов. Выезжал у пола 40 зерновых комбайнов. Это была сила, это была мощь. Ну, как бы то ни было, пришло время. Пришло, наверное, такое уже новое время. И новое поколение пришло, и новое время пришло. И техника совершенно другая. Сейчас один трактор замяет. Десяток тракторов, те, которые работали наши бедные, ну, не бедные, хорошие механизаторы, добрые, прекрасные люди, которые трудились и день, и ночь на, правильно было сказано, что земля очень много бирает о ней. Поэтому я еще раз хочу сказать большое спасибо за этот труд, который мы вместе с вами пережили. Я хочу сказать еще, ну, наверное, ну, нет у меня такой всех обнять, расцеловать и сказать спасибо вам большое. Ну, наверное, быть руководителем, наверное, быть тесней, наверное, развиваться. Надо прежде всего любить свою семью, любить свое село, любить свой район, любить свое хозяйство, любить и верить, любить Бога и верить Его. Я желаю вам счастья, добра, мира и ухвасима Господи от всех бед и непрога. Счастья. АПЛОДИСМЕНТО Мы дожди с тобой в стране Россия, В ее земля дает нам хлеб и соль. Здесь русский человек черпает силы, Лишь Родина нам исцеляет боль. Спитая Русь, мудрая из сына в глазах, Уйдешь обидеться, но будешь ждать Микновенья, минуты или часа, Когда ты к ней вернешься, чтоб сказать, Когда ты к ней вернешься, чтоб сказать. Родная матушка моя Россия, Тобой горжусь, тобою горжусь, Тобой дышу я, ты моя стихия, Твои объятья каждый раз спешу. Военных лет несет на сердце раду, Облоги храма, стон, полотолок. Россия, матушка, Россия, мама, И каждый за тебя стоять готов. Светая Русь, мудрая из сына в глазах, Уйдешь обидеться, но будешь ждать Микновенья, минуты или часа, Микновенья, минуты или часа, Когда ты к ней вернешься, чтоб сказать. Родная матушка моя Россия, Тобой горжусь, тобою горжусь, Тобой горжу я, ты моя стихия, Твои объятия каждый раз спешу. Сегодня мы также хотим вспомнить тружеников сельского хозяйства, которых уже с нами нет. Давайте почтим их память минутой молчания. КОНЕЦ 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 Добрый день, дорогие друзья! С праздником, высшие мои сослужившие, соратники! КОНЕЦ 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 Выходил на поля молодой гробок, Говорил, что земля вся в округе взрывном. Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой. Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой. Он не спал допоздна на рассвете с того, Чтобы больше зерна каждый голос давал. Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой. Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой. Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой. Хороша земля, мой край дорогой, Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой. Хороша земля, мой край дорогой. Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой. Хороша земля, мой край дорогой, Хороша земля, мой край дорогой, Люблю тебя всей русской душой. Хороша земля, мой край дорогой, Хороша земля, мой край дорогой, Без вас. Мне пришлось работать, выращивать хлеб. Спасибо вам за это. Следующая песня оттуда, из юности нашей. Кто знает, тот подпевает. Поехали! ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С праздником! Сегодня настоящий праздник! Дима Торзок 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 Наших руководителей отвечает целеустремленность, трудолюбие, честность, благородство, отзывчивость и понимание. И сегодня мы бы хотели вспомнить всех руководителей, возглавлявшихся в хоз Волоконовский. Горовец Никифор Васильевич родился 8 марта 1900 года в селе Галафеевка Волоконовского района. Трудовую жизнь начал с 15 лет. Работал поступком, бригадиром поливодческой бригады Галафеевского колхоза Истра. С 1934 по 1938 годы возглавлял этот колхоз, а затем руководил совхозом Волоконовского. За высокие показатели в получении зерновых загражден орденом Трудового Красного Знамени и Пятью Недановых. За достижение высоких показателей в развитии поливодства и животноводства указом Президиума Верховного Совета СССР В 1958 году Николаю Никитову Васильевичу Горовцу присвоено звание Героя социалистического труда. С вручением медали, золотой медалью «Серпий Молот» и ордена Ленина. Умер 28 мая 1973 года. Агарков Николай Жирилович родился 16-11-36 года. Образование бывшее, 1973 года, директор совхоза Волоконовский. В 1981 году коллектив совхоза Волоконовский удостоен переходящего Красного Знамени Совета Министров Российской Федерации. Дружинники совхоза досрочно выполнил план 10-й пятилетки продажи в государстве цикла семян и молока в 1987 год. Начало газификации. В 1979 год начала работу новая Етановская средняя школа. Ганевой Анатолий Валович родился 22 мая 1952 года. Образование бывшее. С 1990 года по 1995 год директор СПП России. В 1992 году началась кампания по реорганизации колхозов и совхозов в акционерные общества. Расников Евгений Николаевич. Розенков Евгений Николаевич. Родился 20 января 1947 года. Образование бывшее. С 1995 года исполнительный директор АОСД России. 22 февраля 1997 года состоялось собрание акционеров АОСД России, на котором было принято решение переименовать акционерное общество в сельхозоператив. Сельхозоператив приняли новый устав. В сентябре 1997 года в здании магазина проведен капитальный ремонт. Магазин переведен на газовое отопление. 4 июня 1998 года состоялось открытие и освещение мельницы Аскальчанка, частного предпринимателя Бакунова. В 1998 году СПК «Россия» было приобретено 2 трактора МТ-382 и 4 тракторные косилки. Часоветин Алексей Юрьевич. Родился 14 сентября 1964 года. Высшее образование. С 1999 года по 2001 год исполнительный директор АОСД России. Пьянникин Александр Иванович. Родился 21 января 1955 года. Образование бывшее. С 2001 года по 2005 год генеральный директор ЗАО «Русатра-Ибитановка». Горкушов Александр Николаевич. Родился 10 октября 1956 года. Образование вышло. С 2005 года генеральный директор ЗАО «Русатра-Ибитановка». 17 июля 2006 года закрытая коррекционная школа-интернат 8 вида. В декабре 2006 года Агроколдинг «Русатра-Инвест» подарил училищу лазерный сварочный аппарат. Агроколдинг «Русатра-Ибитановка» 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 Поехали в поселок, поехали в поселок, А мы за Гарабушкой не говорим за. Поехали в поселок, где не ездят. 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон»